Друзья, я хочу видео прикольное записать. Вообще, как трансформировать реальность быстро, моментально и вот, блин, в эту же секунду. В общем, я живу с девочкой, вы уже знаете, наверное, по эфирам, видели Ирина. Она очень классно трансформирует знаки, наблюдает вот, что мир показывает. Она очень быстро, вот прям на таких высоких скоростях, прям как я, выдаёт ответы на любой вопрос. Вот, но, естественно, за собой подглядеть не всегда можете. Я точно так же. Вот у нас такая ситуация. Значит, сидим мы за столом, и она мне говорит, я тут написала одному мужчине, мне кое-что от него нужно. И спрашиваю, ну, как у тебя настроение? А он мне отвечает, ну, настроение не очень, потому что у меня сын пропал. Я ему звоню, трубку не берёт. Я попросил, чтобы к нему моя, там, дочка или сестра, не помню, кто там был в разговоре, пришёл к нему. Пришли. Двери не открывает. То есть он начинает беспокоиться. Я говорю, Ира, чтобы у человека поднялось настроение, вернулся сын, тебе нужно трансформировать в себе. Соответственно, а мне в себе. Нам же эта ситуация двоим что-то показывает. Первое. Ушёл сын и не вернулся. Сын – это ребёнок. И сын – это ещё и мужская энергия. Мужская энергия делать, мочь. И ребёнок – это интерес по-новому, по-другому, прямо противоположному. То есть ребёнок всё время что-то хочет одно и то же куда-то засунуть, прикрутить, увидеть, как-то использовать по-другому. Он всегда любознательно делает всё по-новому. Ему, ну, как бы предначерчено… Ой, у меня садится телефон. Учиться всё время. Да, взрослый – это когда уже всё знает, а ребёнок ничего не знает. Тысячу раз знает, что это солнце, всё равно опять спросит, а что это такое. Много раз попробует там одеть носки на ноги, но всё равно тысячу раз спросит, а что это такое, и попробует их одеть на руки. Он всё время, всё время так пробует. Я говорю, так, Ира, нам эта ситуация транслирует о том, что мы потеряли своего внутреннего ребёнка. Это значит, что мы что-то делали, перестали делать. Надо найти, что мы перестали делать, и начать это делать, но по-другому, по-новому, по-прямо-противоположному, или, может быть, ну, прям по-другому. Мы недолго с ней поговорили и вспоминаем. Ирина начала вести эфиры, начала вести YouTube-канал, записывать видео, начала записывать мне отзывы после прочтения книги, деньги. В общем, ей хотелось с самого Нового года заполнить контент на своём новом YouTube-канале, вернее, заполнить контентом новый YouTube-канал свой, и каждый день выпускать какое-то видео. Она хотела, хотела, но тут что-то пошло не так, но это перестала делать. Зависла, загуляла, вот. И я говорю, ну, Ирина, ну, работа твоя встала. И отзыв мой о книжке, которую ты прочитала, тут вдохновлённая, я поняла, я поняла, ходила тут, ты же хотела записать, не записала. То есть, ну, теперь тебе нужно подумать, как по-новому. Она говорит, я не могу сейчас сесть записывать видео, потому что посмотри, как я выгляжу. Я говорю, я в пижаме, это надо одеваться, переодеваться, краситься, там, волосы делать. Я же так не могу. То есть, ей на улицу надо выйти красиво, накрашено. Она говорит, а как я сейчас выйду? Я говорю, так это и есть по-новому. Ты перестала делать, начинай заново делать или продолжай, ну, по-другому. То есть, сначала тебе нужно было краситься, значит, сегодня ты выходишь, тебе не надо краситься. Она поняла, сделаем. Я говорю, теперь мне осталось, помоги, найти, что мне нужно возобновить, делать, но по-другому. И если я начну, сразу же позвонит этот чувак и скажет, что сын нашёлся. Она такая, окей, мы сидели тут полчаса, перебирали всё, что я перестала делать. Ну, мы не могли ничего найти, потому что я, наоборот, всё делаю, и у меня столько новых, вот, прям, задач, идей бесконечных. У меня ни минуты покоя нету. Я вот начала в 7-6 утра вставать, хотя я только ложилась в это время. Я всё по-новому начала делать, у меня столько вот планов, целей. Короче, дошли до того, что я год не заходила в Тиндер, в Турцию он ещё работает, и ни с кем не ходила просто выпить чашечку кофе, поболтать с мужиками. Она мне всё, это мужики, это мужики. Я говорю, да какие мужики, мне не надо сейчас, у меня времени нет, у меня нет времени на мужиков, у меня куча работы, я не хочу вообще. Она такая, ну вот, ты же перестала делать это, тебе же это неинтересно, надо наоборот включить, а ребёнок — это интерес, включить интерес. Типа давай выйдешь с Тиндер, и одного человека просто свайпни любого, и всё, на этом закончится твоё дело на сегодня, то, что вот тебе надо было сделать. Я говорю, хорошо. Ира села в эту минуту писать план эфиров, который она сейчас должна выйти, то есть она вот написала первую строчку. Я свайпнула первого попавшегося мужика, и приходит в эту же секунду эсэмэска. Сын нашёлся. Ну как вообще? Смотрите, какая у меня дома красота вообще, класс. Я тут в квартире ещё неделю и съезжаю. Всё, я съезжаю в другую квартиру, пока в Турции ещё остаюсь. Вот, ну сколько останусь, не знаю, потом дальше буду куролесить. Я хочу поехать в Таиланд или на Бали, или, может быть, Ира меня на Сейшилу, если, блядь, не выговорю, Сейшилу зовёт. Я думаю, куда, куда, короче, податься. Вот, и у меня интернета не будет. С сегодняшнего дня я сейчас зайду, отключая интернет. То, что сегодня, последний день, его отключить, годовой контракт закончился. Если я его не отключу сегодня, то, значит, мне придётся через 10 дней, когда я съеду, заплатить за целый год работы интернета. Ну, то есть только на год можно, продлевается автоматически. И поэтому недели две-три у меня не будет эфиров, ребят. Я буду записывать видяшки иногда, может быть, каждый день буду записывать видяшки, а потом, если в какое-то кафе буду приходить, буду стараться эти видео загрузить. Загрузить на YouTube, соответственно, и выложить в Telegram-канале. Вот, эфиров точно не будет пока вот, на 2-3 недели. А потом появится интернет, и уже буду выходить. Ну, пока у меня тут переезды, поэтому вот так. Реальность. Как только вы находите причину, что транслирует нам мир, решаете эту причину. То есть надо не просто осознать, что транслирует мир, да? Надо это ещё и сделать, применить. Ну, то есть нам мир показывает, что мы там не применяем там жадность. Что-то с жадностью надо делать. Жадно там жить начать просто. Каждую жадную минуту с жадностью наслаждаться вот ей, да? Если мы видим жадного человека. Или там мы видим долг, да? У нас к себе долгов этих куча. А мы себе задолжали просто массу своих желаний, массу обещаний. Столько списков, и ничего не делаем. Начнёте делать долги рассосутся. Ну, то есть это происходит быстро. Сейчас, с 2024 года, скорость ускоряется просто, не знаю, в десятки раз всего. Если до этого года, в которых мы жили, всё тянулось, то с этого года будет всё быстро. И вы как можете умножить всё, что вы хотите, так, естественно, вы можете умножить то, что вы не хотите. Поэтому не сидите, не бездействуйте. Что ещё хотела сказать? А, и самый благоприятный период, вот сейчас, 12 января по 13 марта, любые ваши цели, любые ваши планы прописывайте каждый день просто пачками. Пишите, 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 пишите. Они все будут идти в рост. Маленький шажочек, маленькое действие, любое каждый день делайте по какому-нибудь желанию или по всем. Они все сразу будут исполняться, и сразу будут приходить ресурсы, возможности. Вот вы хотите зубы сделать. Я говорю, девочки, ну давай пришли мне про счёт, ты сделай первый шаг. У тебя в этом году по-любому будут зубы сделаны. Ты не знаешь ещё как. Она пишет, я бы с удовольствием, я бы хотела, но у меня не получится приехать в Турцию. Говорю, тебе Турция оплатит перелёт, оплатит отель, оплатит питание. Ну что тебе ещё надо? Вот я не насобираю. То есть уже, уже даже вот просто вот человек, не сделав никакого шага, уже говорит, у меня не получится, у меня не выйдет. Конечно же оно не получится. Если вот вам возможность, дают в руки, да, вы сделаете первый шаг. Вторая возможность придёт, что кто-то вам просто деньги подарит. Или как-то реальность развернётся, что они у вас будут. Ещё одна девушка мне пишет, я всё равно не смогу приехать. Почему ты не сможешь приехать? Блин, можно даже за грудным ребёнком приехать. Можно приехать, даже если у тебя нет паспорта, сделать его, блин, ускоренно, а можно месяц его делать. Ну то есть вариантов решить вопросы масса там. Они же будут решаться, как только вы согласитесь это сделать. Но вы же что делаете сразу? Блин, ну у меня-то точно не получится. Ну вот я-то точно знаю. Ребят, так не делайте. Всё, я тут оголодала. Готовлю сыроедную еду. Буду кушать салатик. А вам приятного аппетита вечернего. Пока-пока. Ребята. Пока.